Развитие малого и среднего бизнеса невозможно без участия граждан, потому что бизнес работает для людей и бизнес делают люди. И не случайно абсолютно президент и в своем послании, и в законопроектах в первую очередь обращается к гражданам, к интересам граждан, призывает вовлекать как можно больше граждан в дела государства. И самое главное, красной нитью проходит необходимость выстраивать прямого диалога между гражданами и органами власти, между всеми органами публичной власти. Конечно, послание и законопроект в какой-то степени выглядело неожиданно, но при этом не случайно. Видно, что законопроект поработан очень тщательно, я могу сказать, как доктор юридических наук. Но не зря президент наш неоднократно заявлял, что принятие данного законопроекта возможно только после всенародного обсуждения и голосования. Потому что многие нормы этого законопроекта в частности расширения программы материнского капитала и пособия для семей, имеющих детей от 3 до 7 лет. И бесплатное школьное питание младших школьников с 1 по 4 класса направлено, в первую очередь, на сбережение народа населения и приумножение народа сбережения. И это одна из главных государственных задач на следующий период. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова